Департамент по делам молодежи и спорта Присвоили в 2019 году Вместе со своим супругом Николаем Евгеньевичем За время своего тренерства Она воспитала не одно поколение спортсменов высокого уровня Дети, которые делали свои первые шаги на лыжах По чутким руководствам Елены Сергеевны и Николая Евгеньевича Становились победителями и призерами Российских и мировых соревнований по лыжным гонкам Все это началось с Павла Трошкина Который стал первым чемпионом у нас Среди юниоров Потом появилась Ирина Хазова Артемова, которая в девичестве Которая сразу себя проявила Как кремень, я бы так сказала Дети уже свои начали подрастать И Петр, который самых, как говорится, спеленок Как он всегда говорит Я лыжа, наверное Ему деваться было некуда Ну и Настя, да И потом Артем Мальцев Который с нами все время тренировался И, ну, в общем-то, ребята прекрасные И до сих пор в прекрасных отношениях мы со всеми ребятами Анастасия Кулешова стала бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2018 года И чемпионата мира 2019 года в эстафете Ирина Хазова тоже взяла бронзовую медаль на Олимпиаде в Ванкувере Артем Мальцев вошел в тройку лучших на чемпионате мира в эстафете в прошлом году За этими успехами стоял самый первый тренер Елена Седова Именно она закладывает в будущих чемпионов лидерские и волевые качества Которые так нужны для больших побед и в спорте, и в жизни Удивляет то, что ребята с поистечения, вот знаете, когда проходят определенное количество лет Когда они занимаются, они не настолько это понимают, что сколько им дал вот именно спорт Может быть, не лыжный, другой спорт А вот когда уже проходит время, они все приходят и говорят, что спасибо вам огромное Что вы вот именно воспитали не сколько вот качеств спортсмена, а вот именно жизненные качества какие-то Которые вот всю жизнь нам потом пригождаются Поэтому, знаете, такая гордость и думаешь, ну, значит, мы все-таки не зря работаем Сама Елена Сергеевна в детстве перепробовала разные виды спорта Но после того, как она заняла третье место на школьных соревнованиях по лыжным гонкам Юную спортсменку заметили тренеры Так Елена Седова попала в лыжную секцию Когда пришла пора выбирать вуз для поступления, спортсменка остановилась на институте физкультуры Хотя и мечтала стать врачом Но лыжи оказались ближе, понятнее и реальнее Так и своего родного Мурома, где выросла Елена Сергеевна Она уехала поступать в Смоленск на тренерский факультет После окончания института молодые специалисты Елена и Евгений Седовы В 1988 году приехали по распределению в Саров Я как бы пробовала себя в других видах спорта Я сначала ходила и в спортивную гимнастику, и танцами занималась Кстати, вот танцы меня как бы, ну, то есть либо танцы, либо лыжи Но все-таки лыжи победили, вот, поэтому, ну, не знаю Лыжный спорт – это такой вид спорта, где нужно все-таки, наверное, проявлять свои личные качества Это не игровой вид спорта, а именно вот где можно себя проявить, вот как в личном Поэтому, не знаю, мне сразу понравилось Да, тяжело, но это меня никогда не пугало Спортивных побед и поражений за плечами Елены Сергеевны очень много Но больше всего ей запомнилось первенство РСФСР, на котором она показала не самые лучшие результаты Как признается сама тренер, она никогда не хотела строить личную спортивную карьеру Елене Седовой как тогда, так и по сей день нравится работать с детьми Для меня это прям вот, я прихожу на лыжную базу иногда в плохом настроении А ребятишку видишь, и все сразу наоборот И уже уходишь и думаешь, вот хорошо, что я работаю с детьми Поэтому, ну да, бывает, что и плохое настроение И ребятишки, бывает, что тебя разозлили, я на них ругаюсь И все время говорю, я сейчас буду топать ногами А потом все равно, как бы, вот они, дашь им задание И все равно все хорошо, потому что это же дети Поэтому от них набираешься столько всего позитива, всякого разного Поэтому, и мне кажется, и жить дальше хочется Любовь к детям, лыжам и своей профессии Вот три секрета того, как вырастить олимпийских чемпионов, считает Елена Седова Также важным подспорьем в работе выступает хороший коллектив Который и сформировался на лыжной базе И, конечно, поддержка департамента по делам молодежи и спорта В Сарове регулярно проходят соревнования по лыжным гонкам и лыжероллерам Причем не только городского, но и областного и всероссийского уровня У нас в городе, я считаю, сложилось все У нас очень хорошо, у нас есть спортсмены, да? У нас есть тренеры У нас прекрасные родители, которые поддерживают А еще лучше то, что нас поддерживает администрация То есть вот эта лыжероллерная трасса, которую нам построили Это всяческая какая-то поддержка в итоге проведения соревнований, которые мы проводим здесь в городе Мы же проводим эти соревнования Нам тяжело проводить, и свои дети участвуют Но, тем не менее, мы это делаем только для того, чтобы именно для наших спортсменов Чтобы пришли наши родители, чтобы они посмотрели вот этот уровень высоких соревнований Вот это вот первенство России, которое мы проводим по лыжероллерам Это тоже, ну, как бы, да, это тяжело Но и с другой стороны, это нужно нашим детям Чтобы они видели, что не только они тренируются А тренируются еще и все остальные Точно так же и сильно тренируются А тут они иногда думают, что это они только так хорошо тренируются Ну, там много, это тяжело А когда они видят, что все остальные-то тоже тренируются Поэтому какое-то вдохновение тоже происходит Петр Седов тоже пошел по стопам родителей И сейчас преподает в спортивной школе Олимпийского резервата Лыжница Анастасия Кулешова продолжает свою спортивную карьеру Личный пример заразителен Тем более, когда рядом с тобой такие профессионалы своего дела Которые любят свою работу и преданно посвящают любимому делу всю свою жизнь История рок-клуба при молодежном центре берет начало в 2013 году В это время Андрей Кочкин пришел работать в центр педагогом-психологом Узнав о том, что новый сотрудник еще увлекается музыкой Андрея решили назначить и руководителем учебной музыкальной группы при молодежном центре Постепенно формат группы трансформировался Ребята играли рок, создавали свои коллективы по 4-5 человек Интересовались концертной деятельностью Так через пару лет, в 2015 году, учебная группа превратилась в рок-клуб «Короткое замыкание» Я даю то, чего не дает музыкальная школа и школа вместе Я пытаюсь объяснить ребятам, что когда они фанатеют рок-музыкой Что рок-музыка – это такая же работа Что группа, которую вы создаете – это работа Работа над собой, работа в коллективе Попытка уладить конфликты между собой Когда вы будете не понимать друг друга Когда вам будет что-то хотеться одно, но вы не сможете найти решение, если вы не договоритесь И поэтому, по сути, весь этот рок-клуб – это, знаете, что-то типа учить детей быть командой, быть семьей Потому что рок-группа, по сути, это большая такая надежная семья Сначала в рок-клубе могли заниматься только ребята-старшеклассники Потом двери клуба открылись всем молодым людям, которые увлекаются музыкой По мнению Андрея Кочкина, это открыло большие возможности для развития короткого замыкания Ведь теперь приходили и оставались там те люди, которые по-серьезному горели музыкой Мы смогли набирать в клуб студентов, работающую молодежь И это дает большие возможности, потому что эти люди уже с большим уровнем осознанности подходят к делу Им это надо Они уже не ищут мальчиков или девочек, не ищут внимания Их интересует действительно какой-то музыкальный интерес Это круто Андрей Кочкин всегда старается поддерживать молодые рок-группы Помогает им в организации, продвигать на концерты и фестивали Но это касается только тех ребят, которые серьезно относятся к своему делу и горят идеей Хорошая возможность показать себя для молодых и талантливых городские концерты и фестивали Как, например, ежегодный рок-фестиваль «Музыка без градусов», который проходит в молодежном центре Такой музыкальный квартирник не только показывает зрителям новые коллективы, но и поддерживает идею здорового образа жизни Нас все называют пчелы против меда Но смысл в том, что я пытаюсь донести на этом фестивале Я стараюсь донести такую мысль, что если ты хочешь быть профессионалом, то в принципе ты не имеешь права выступать пьяным перед аудиторией И я вообще такой сторонник, что музыкант должен быть трезв Хотя во многих случаях пьяная аудитория – это самая лучшая аудитория, она очень отзывчивая, но музыкант должен быть трезв И вот я такие фестивали провожу очень часто под профилактикой именно того, что если ты хочешь добиться какого-то успеха, то одно с другим несовместимым Я стараюсь на сцене создать такие условия, как в жизни происходит Я поездил на разных фестивалях, я в принципе понимаю, как там что устроено И это какая-то своеобразная такая площадка, где они точно могут почувствовать себя вот на этой сцене Потому что примерно на фестивалях так же То есть там ничего сильно не отличается Так же отстраивается звук, такие же саундчеки То есть весь этот процесс, вся эта кухня, она примерно так выглядит И это дает возможность им адаптироваться к этим условиям, чтобы понимать, что если ты хочешь заниматься музыкой, будет вот так В 2019 году Андрей стал победителем областного конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики Он представил на суджюри проект Саровского фестиваля «Зато рок», который на тот момент уже на протяжении двух лет проходил в парке имени Зернова Фестиваль собрал на одной сцене много рок-коллективов, как новичков, так и уже известных саровской публике Департамент по делам молодежи и спорта оказал Андрею существенную помощь и поддержку при подготовке к конкурсу Консультировал, объяснял все нюансы и детали, всегда был на связи Эта работа не осталась незамеченной, потому что она привлекла огромное количество людей, огромное количество молодежи И именно этот проект мы описали нашу деятельность, показали ее, что она оказывает вот такое влияние Вот так мы это проводим, как можем, с теми ресурсами, какие есть Мы делали это усилиями муниципальных каких-то возможностей, писем, договоров, вась-вась, как делается на муниципальном уровне С минимальным каким-то количеством финансовых ресурсов, с большим количеством энтузиазма И вот так это все рождалось Поэтому фестиваль был значимый и это было хорошим результатом деятельности клуба В период пандемии Андрей попробовал себя в новом деле В качестве волонтера он оказывал адресную помощь горожанам А еще пересмотрел свои приоритеты и понял, что хочет заниматься только музыкой Проект Андрея Кочкина «Энди Уишер» набирает обороты с 2020 года Но Андрей также продолжает курировать и рок-клуб «Короткое замыкание» Я занимаюсь сейчас музыкой, я в это верю, очень наивно, наверное Кто-то скажет, что он дурачок какой-то, но мне в принципе все равно Но я в это верю, даже несмотря ни на что Все это связано и с психологией Просто, знаешь, создавая музыку, можно вкладывать туда психологический смысл Если ты слушаешь песню, ты можешь создать такой продукт, который ты послушал И у тебя хотя бы он вызывает у слушателя эмоцию Желание там жить, творить, развиваться Поддерживает тебя Просто аудиофайл, который ты послушал Он каким-то образом вызывает такую эмоцию Наверное, ты хороший психолог получается И неплохой музыкант Если ты смог воплотить эту идею в музыку И сделать так, чтобы она была доступной, понятной И нашла своего слушателя Вот, наверное, это хороший план на будущее Мне кажется, ради этого все-таки стоит заниматься тем, чем я занимаюсь Вечером ребята из ближайшего микрорайона Проводят свободное время в клубе «Восход» по-разному Одни играют в настольный теннис Другие собираются для настолок или подвижных игр Работа с молодежью в зоне свободного посещения Одно из приоритетных направлений работы клубов Центра внешкольной работы Молодой педагог-организатор Вера Афанасьева Придумывает мероприятия, акции и флешмобы Вовлекает молодых ребят в организацию клубных праздников и волонтерских практик Также педагог помогает писать социальные проекты Готовит к участию в форумах и тематических сменах У нас каждый год проходят образовательные школы До ковида это были выездные школы в Березке Даже образовательные смены После ковида это уже стали такие местные образовательные программы Последняя программа, ее проводила Елена Клюева Педагог, тоже Центр внешкольной работы Программа называлась «Три О» Она проходила в Центре поддержки предпринимательства Еще есть у нас коллективный лидерский минимум Он проходит в феврале месяце Это тоже такая программа образовательная с ребятами Мы на ней больше прокачиваем скиллы последние два года Софтскилл с навыки Мы уже ездили и в Березку защищались И на наших городских форумах время выбрало нас Или акселераторе, вот как в этом году Да, у меня девчонки защищались Сначала Вера Афанасьева работала педагогом-организатором в школе Там она поняла, что молодежная политика То, чем бы ей хотелось заниматься И четыре года назад она перешла на место Педагога-организатора в Центр внешкольной работы Чтобы взаимодействовать с ребятами постарше Мне кажется, это самый крутой возраст Потому что они как раз себя ищут В этот момент я, может быть, могу им в этом как раз помочь Как-то направить в какое-то направление Что-то дать, объяснить Они пробуют какие-то различные увлечения Поскольку я являюсь таким любителем Попробовать разные направления творчества Я могу им что-то подсказать И мы вместе начинаем творить Профессия специалиста по работе с молодежью Требует постоянного развития Держать руку на пульсе, быть в тренде И идти в ногу со временем Позволяет участие в молодежных форумах Как региональных, так и всероссийских Вера Афанасьева уже побывала на областных форумах Медиарейв и Медиастарт Становилась призером Всероссийского конкурса Доброволец России 2020 В номинации «Доброе дело» Участвовала в молодежном форуме Приволжского федерального округа Иволга На котором представляла свой проект Театральной студии Проект был направлен на создание Театральной студии В которой ребята клуба могли Работать с ребятами с ОВЗ Для того, чтобы они научились с ними работать Мы хотели привлекать спикеров Специально обученных людей И на это как раз нужны были деньги То есть вот это как раз мы описывали в грант И с этим проектом туда я поехала Вообще идея такой студии у меня давно В голове крутится И Ну сначала это была идея вообще Что-то делать, какие-то акции Такие театральные по городу может быть То есть пока не привязываться к ОВЗ И может быть как раз мы с этого начнем А потом уже вот в дальнейшем В идеале как это должно было работать Чтобы приходить и помогать деткам Таким особенным На городском акселераторе молодежных проектов Управляя изменениями Участники выдвигали свои социально значимые идеи Размышляли о том, как сделать жизнь в Сарове Для молодежи интереснее и полезнее Ребята прошли образовательную программу Пообщались с экспертами В итоге инициативы оформились В полноценные социальные проекты Которые были представлены На городском конкурсе «Саров молодежь» Воспитанницы Веры Афанасьевой Предложили провести командный тематический квест Погружение в фэнтези Мы так проанализировали наши дни молодежи Поняли, что хотим на День молодежи Какую-то необычную тусовку сделать И мы можем ее создать сами Поэтому Еще мы провели опрос Выяснили, что у нас очень много в городе любителей фэнтези И решили, что может быть запустить Вот в следующем году Такой квест Для начала в стиле Гарри Поттера взяли Потому что это очень популярная тема у всех И если идея таких тусовок вообще в городе зайдет Мы бы на следующие года просто меняли тему То есть не Гарри Поттера, а в следующем, например, году взять «Видимак», который сейчас мега популярен То есть хотели бы провести такой квест, который завершился бы балом С привлечением наших саровских групп Пространство Центра внешкольной работы дает Вере Афанасьевой Возможность для творчества и развития себя Как специалиста по работе с молодежью Ты работаешь с подростками, они очень крутые От них подзаряжаешься, вдохновляешься А еще это возможность ездить на различные крутые форумы Где ты получаешь какой-то невероятный поток энергии, вдохновения И новых идей для дальнейшей деятельности Свою тренерскую деятельность Эдуард Вешкин начал с момента открытия бассейна «Дельфин» в 2011 году Сначала Эдуард Петрович работал инструктором по адаптивной физической культуре по направлению плавания А после занял должность тренера Эдуард Вешкин занимается с ребятами с проблемами опорно-двигательного аппарата и инвалидами Сейчас тренер ведет три группы Две спортивно-оздоровительные и одну тренировочную Несмотря на ограниченные возможности здоровья Юные пловцы из тренировочной группы регулярно участвуют в соревнованиях областного и всероссийского уровней Занимают призовые места и выполняют спортивные разряды Мы выезжали в Дзержинск на чемпионат Нижегородской области по плаванию Среди лиц с поражением пода дисциплины плавания И достаточно успешно выступили на данном соревновании Все ребятки попали в призовые места Некоторые стали первыми Все дети, вне зависимости от группы То есть мы занимаемся по программе У нас проходят тренировочные сборы Мы постоянно выступаем на соревнованиях различного уровня Даже этим летом мы выступали на всероссийских соревнованиях И девочка Мария Гусакова заняла четвертое место на этом соревновании Выполнив третий взрослый разряд Для особенных детей любой успех он самый яркий, самый запоминающийся То есть как бы уже у них с детства идет преодоление себя Просто встать и прийти в бассейн Это уже одна маленькая победа И каждый день они ходят в школу То есть они социально адаптируются Помимо плавания у нас на летних сборах Мы играем в футбол, мы бегаем кроссом Мы занимаемся на турниках Мы принимаем участие в различных конкурсах Мы выполняем нормы ГТО, опять же Во время тренировки спортсмены занимаются общей и специальной физической подготовкой Оттачивают технику, тактику Учатся психологически настраиваться на состязания Также у ребят есть инструкторская и судейская практика Каждому особенному ребенку у Эдуарда Вешкина индивидуальный подход Основная трудность в моей профессии Это не давать поблажек детям Не проявлять жалости Потому что в каждом из них есть задатки лидера В каждом из них на протяжении 11 лет Они куют свой характер спортивный Что проявляется, кстати, в повседневной жизни В учебе в школе, в общении со сверстниками Я очень строгий тренер Работа с обыкновенным ребенком, с обыкновенным спортсменом Это очень сложная работа А работа с особенными детьми, она сложнее в два раза У нас получается огромная работа Родитель, ребенок, тренер Мы очень тесно общаемся с каждым родителем Пловцы Эдуарда Вешкина с каждым днем меняются Становятся более уверенными и открытыми Помимо спортивных показателей, у ребят улучшается и состояние здоровья В практике Эдуарда есть такие случаи Когда тренировки и физические нагрузки буквально меняли жизнь ребенка У меня есть девочка, которая постоянно ездит на реабилитацию в Санкт-Петербург Была связь у меня с врачом лечащим Которая мне говорила, что единицы тренеров занимаются Именно такую нагрузку дают После которой приезжают дети на операцию Они совершенно другие показания к операции Из-за улучшения состояния здоровья Девочка приехала до операции Ей говорят, что колешь стероиды Она говорит, что нет, я не колю Почему? Потому что она говорит, что я бегаю Как с твоим диагнозом можно бегать? Она говорит, что я бегаю А еще я плаваю Ты еще и плаваешь? Да, сколько? Шесть раз в неделю по два часа Родители дали телефон Она позвонила, говорит, что приезжают такие все Кто на коляске, кто без коляски А здесь она бежит, она упала Она упала, ее поднял раз и не дальше И родители, главное, что родители относятся к этому с пониманием За успехи в профессии и высокие достижения Эдуард Вешкин неоднократно получал благодарности губернатора и главы города Также тренер подтвердил свой высокий профессиональный статус Министр спорта Нижегородской области присвоил Эдуарду Вешкину высшую квалификационную категорию В планах у тренера и его воспитанников готовиться к весенним соревнованиям Ну а самая высокая цель у Эдуарда Вешкина – выступить с ребятами на Паралимпиаде Движение навстречу молодым По таким девизам Департамент по делам молодежи и спорта работает на протяжении 30 лет За это время Департамент открыл возможности для сотен спортсменов, волонтеров, танцоров, музыкантов Для всех тех, кто хочет расти и двигаться вперед Пользуясь случаем, поздравить Департамент по делам молодежи и спорта администрации города Сарова с 30-летием Его директора Ларису Валерьевну Пустыннику и весь коллектив пожелать всем здоровья, благополучия, творческих планов, процветания и успехов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова